Симферопольский парикмахер Рустем Сиитов подал жалобу в контактную группу по правам человека. Вчера в репортаже нашего телеканала он сообщил о преследовании по национальному признаку. Директор салона, в котором Рустем работает 6 лет, запретила в рабочее время трем сотрудникам общаться на крымско-татарском языке. Сейчас правозащитники готовят заявление в прокуратуру. Хозяйка парикмахерской Наталья Радостина грубо нарушила право Рустема Сиитова на свободное вероисповедание и право общаться на родном, к слову, государственном языке. Уверен координатор контактной группы по правам человека Мамед Мамбетов. Он объясняет это тем, что несмотря на декларацию защиты прав депортированных и слова об их реабилитации, в обществе нагнетается страх по отношению к иноверцам. В сознании людей закрепляется мысль, что если мусульманин, то может быть террорист. Обществу, возможно, и эти же службы соответствующие навязывают такой негатив, и уже общество как бы немного реагирует соответствующе на это. Кроме этой жалобы Рустем Сиитов также намеревается обратиться и в Госкомнатс и подать на начальницу в суд. Я хочу добиться, чтобы все было хорошо, чтобы было, как оно раньше было. Чтобы были люди, чтобы все были нормально, относились друг к другу. Чтобы такого казуса не было, чтобы я крымский татарин, ты русский, или украинец, или болгарин, или грек. Чтобы было все нормально, чтобы люди общались между собой, как они хотели, на каком хотели языке и где хотели. Он уже обратился за помощью к адвокату. На данный момент мы подготавливаем соответствующие жалобы. Мы начнем сначала с государственных органов, которые должны за этим осуществлять надзор. Да, да. И надеемся на адекватную реакцию. Если у нас это не получится, тогда мы будем стараться сделать это через суд. Если и это у нас не получится, то уже будем думать. Выходить уже на другие инстанции и просто в другом формате вести всю эту беседу. Первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Желял называет этот случай дискриминацией по национальному признаку, которая проявляется в Крыму уже не в первый раз. И отмечает, если раньше ссорились по национальному признаку на бытовом уровне, то теперь перешли на другой, трудовой. Крымская весна, так называемая, вызвавшая у ряда жителей Крыма некую инфорию в том, что они живут теперь в России, и это должно привнести нечто новое в их жизни, сняло с их эмоций, ощущений и вообще душ вот те самые пресловутые скрепы, которые держали их вот в рамках некой толерантности. И сегодня эти люди позволяют себе вот таким образом относиться к людям, которые просто хотят разговаривать на родном языке, исповедовать религию, которую они предпочитают в данном случае, ислам. Рустам Зиитов сегодня вышел на работу, но заявил, что вынужденно выполняет требования своей начальницы не говорить на работе на родном языке и не молиться. От Натальи Радостиной он получил строгое предупреждение о том, что если нарушит режим работы и отлучится с рабочего места, то точно будет уволен. Эльмира Богурчала, Асан Усманов, Заман, АТР.